доброе утро девочки ну какой хороший день смотрите солнышко ветер ветра нет вообще прямо класс я только проснулась 9 часов утра это ж такая редкость видите у нас там соборчик еще раз доброе утро всем девочки я вчера прекрасно отдохнула вчера прям выходной выходной у меня был день такой я вчера заставила себя полежать целый день я валялась на диване целый день я спала то уснул то проснусь то что-то посмотрю по телеку прям принципиально заставила себя лежать отлежалась очень хорошо все мое тело отдохнуло и голова отдохнула и просто кайфую сегодня проснулась я с перезвоном колоколов в девять часов у нас звонят колокола вот так что чувствую себя прекрасно настроение хорошее бодренькая и в общем то сегодня еще один день выходной хотела себе сделать ну будет он такой наполовину в общем не напряжный думала тоже не снимать прям два дня ничего но не могу я скучаю за надо что-нибудь поснимать вот так что я сейчас раскачиваю спью кофе сварю кашку мамную себе на завтрак и потом мне нужно выйти в магазин вчера прям не пошла но сегодня надо сходить там ничего срочного нету но кое-что уже нужно подкупить и при том прекрасная погода нужно выйти на воздух подышать чуть-чуть в общем будьте со мной буду по чуть-чуть что-нибудь снимать показывать вам что я сегодня буду делать девочки на завтрак я решила сварить себе манную кашку кстати говоря если кто-то не знает вот алюминиевая кастрюлька специально и покупала для молока в алюминии молоко не подгорает и ставим на плиту кстати перед тем как молоко наливать нужно отдать водичкой кастрюльку вот в чем был минус у меня в индукционной плите что она не разглядывает алюминий и мне тогда приходилось готовить в мультиварке сейчас могу на плите готовить все ставим на печку девочки молоко у меня уже закипела нужно убедиться что она не свернулась и вот стаканчик я уже намешала две столовые ложки манки столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли медленно засыпаем на тихом огне варится будет минуты 3-5 кипеть именно и все и готова будет кашка моя вот так медленно она должна кипеть кашка у меня уже готова я люблю вот такую жиденькую но она когда постоит чуть загустеет сейчас позавтракаю и пойду в магазинчик кстати девочки помните вот эту сумочку эта дочка мне купила ее фикс прайсе она на колесиках но такая вроде бы объемная хочу я взять сегодня с собой и протестить тут вот колесики но мне кажется они хлипкие мне нужно взять картошку муку такие тяжелые вещи мне интересно выдержат колесики это делали нет но заодно и протестим можно и поставить нужно и катить в общем девочки что он скажу насчет этой сумочки во первых вот эта кнопочка она здесь расстегивается этом положила картошку муку и там еще кое-что так она тяжеленькая тяжеленькая но мне кажется хлипенькие вот эти колесики надолго их не хватит неудобно то что можно волочить но правда не по нашему асфальту это тут у нас асфальту чуть-чуть я выбрала нормальный а так то везде асфальт убитый так что в общем то от этой сумки за 199 рублей толку мало надолго и не хватит в общем пришла я домой с этой сумкой но что я смотрю колесики видите погнулись уже да вообще сама по себе вот как бы задумка неплохая я через плечо и накинула когда по лестнице подымалась это удобно то что и волочить а не нести тоже удобно а вот то что хлипкие вот эти вот колесики сама конструкция хлипкая и сумка она как бы узкая чуть-чуть бы ее пошире сделать было бы лучше в общем задумка хорошая но качество не очень я бы такую не стала бы не советую брать такую в принципе такую можно взять только хорошего качества но не фикс прайсе всем доброе утро девочки вчера мой день закончился на просмотре сериала я нашла классный сериальчик называется он гений 2018 года это наш русский сериал там по моему 18 серий если не ошибаюсь вот но я случайно на него наткнулась и в общем то начала смотреть мне понравился и сюжет хороший и артисты хорошие и в общем то такой отдыхающий там расследуют ну такой вот приятный сериал который не напрягает ничего в то же время интрига есть вот хочется дальше и дальше смотреть в общем вчера весь мой день закончился на просмотре этого сериала и общем я здорово классно вчера повалялась на диване отдохнула набралась сил сегодня в общем стала и думаю надо что-то приготовить же покушать себе нашла я в книжечке рецептов где вот на мультикухне у меня нашла один рецептик хотя он похож в общем то на то что я готовила типа соус да там раку называется я вам сейчас покажу как это выглядит какие ингредиенты и в общем сейчас хочу тоже в мультивар очки вот это все приготовить ну пока что я подготовлю овощи и покажу вам что нужно туда и сколько там нужно чего класть девочки этот рецептик называется рагу со свининой хотя в принципе он похож на тот соус который я готовила но в общем немножко он по-другому делается здесь воды вообще всего 50 миллилитров все это тушится но по ингредиентам принципе то же самое если кому интересно можете поставить на паузу переписать количество ингредиентов но я пойду пока что все это взвешу почищу и подготовлю в общем девочки подготовила я все продукты которые мне нужны правда не все мне в достаточном количестве но по крайней мере свинина у меня 400 грамм есть 500 грамм картошки у меня есть перец болгарский 200 грамм но это у меня замороженный перец я заготовки делала вы помните кто смотрел помидоры 200 грамм но два помидорчика сюда можно еще один маленький лед два побольше положить но это в принципе мне кажется не 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 принципиально а морковки здесь 150 грамм должно быть у меня 86 грамм вот эта одна морковка то есть две но так как я морковку не очень то люблю мне одной хватит дальше что у нас идет лук репчатый 100 грамм у меня луковица вот здесь больше половины есть но здесь чуть меньше чем 100 грамм то есть целая луковица нужно чеснок 15 грамм но это два в общем крупных зубочка чеснока петрушка 10 грамм свежей петрушки нет у меня и сушеные и что вода 50 миллилитров четверть стакана воды соль специи по вкусу если вы заметили здесь совершенно нет никакого растительного масла в общем сейчас нужно все это нарезать кубиками по два сантиметра кроме петрушки петрушку чеснок в конце будем бросать остальное все порежем кубиками положим в мультиварку нальем туда водички 50 грамм и поставим на режим тушения на 50 минут и в конце уже потом положим петрушку и чеснок самом-самом конце уже перед тем как выключить или можно посыпать уже готовое блюдо все девочки я установила мульти по мульти кухня у меня но мультиварка будем говорить не у всех она это мульти кухня есть установила режим тушения на 50 минут я поставила общем не на час ну я раньше если что закончу все овощи я порезала и мясо вот так вот ну по два сантиметра написано полтора-два примерно крупными кусочками все это надо перемешать налить сюда 50 грамм воды все соль специи вообще не написано когда ложить но я думаю что можно лучше конечно положить уже туда попозже пусть пока она так тушится ну а петрушку и чеснок я положу уже перед самым выключением все закрываем крышку пусть тушится очень здорово что есть вообще мультиварка можно идти продолжать сериалчик свой любимый смотреть девочки прошло десять минут от начала я решила открыть все это надо перемешать вообще нужно изначально было все хорошенько перемешать но я что-то плохо перемешала вспомнила и решила сейчас это сделать овощи дают уже свой сок и они уже будут тушиться в собственном соку ну прекрасно все хорошо ладно пусть продолжает тушение продолжается тушение так девочки как выяснилось у меня петрушки даже сушеной нету ну вот я нашла во первых хмели-сунели это и для овощных для мясных блюд подходит я думаю что я сейчас специи намешаю по-своему немножко вот такую щепоточку небольшую положу хмели-сунели немножечко положу укропчика сушеного укропчик есть у меня я укроп люблю почему-то больше чем петрушку петрушку я как вот так в общем чуть-чуть не меньше пол чайной ложки даже но у меня еще веточка укропа свежего есть чеснок у меня есть чеснок правда положу в конце но я его измельчу я его ножичком порежу и не буду я его выдавливать просто порежу сюда лавровый листик закину но закину я его правда пораньше и вот у меня адыгейская соль чуть-чуть есть или вкусную соль или адыгейскую соль вот положу сюда еще вот так вот все это я сейчас закину туда где-то в середине процесса минут 20 прошло сейчас мы это все добавим туда свежую зелень только в конце чеснок в конце положу а в общем что тянуть резину посмотрим что у нас там делается видите овощи дали сок и она все сейчас кипит прекрасненько наших добавляю лавровый листик и вот эти все специи вот так вот покидаем так и можно сейчас перемешать все сразу продолжим тушить дальше все это девочки у нас там за окном какие-то работы строительные ведутся не обращайте внимание на посторонний шум что делать это жизнь я не студия дома нахожусь поэтому бывают какие-то такие вот ненужные шумы все перчить я не буду но кто хочет может еще поперчить люби любимые ваши любые можете положить туда специи которые нравятся блюда ну по крайней мере получается диетическое блюдо ничего жареного никакого масла я думаю овощи сюда можно ложить любые любимые ваши овощи которые вам нравятся но все в общем то осталось до конца варки еще минут 20 посмотрим что у нас получится в результате вернее не варки и тушение это у нас стоит режим тушения рагу у меня готова хотя я бы назвала это соусом но рагу так рагу хочу сказать девочки но зеленью мне конечно тут явно мало но вот я боюсь как бы не было бы много чеснока но чеснок я делала по рецепту единственное что я решила за 10 минут до конца варки это чеснок просто мед мелко порубить и отправить в кастрюлю чтобы не было прям явный такой запах чеснока в конце вот ну сейчас немножко это все остынет я буду пробовать ну что девочки надо попробовать овощной рагу мне уже прям не терпится меня все время смущало количество чеснока мне кажется его многовато ну попробуем давайте да в общем то ничего я бы сказала немного но это потому что я бросила его все-таки за 10 минут до конца варки и он немножко приглушился он не настолько яркий чесночный запах и вкус он просто придает какой-то аромат но не явно но если вы не очень любите чеснок то лучше тогда его просто поменьше положить одного зубка я думаю достаточно ну вот видите в рецептурной книге пишут рагу со свининой а у нас это в рассоле но это соус только единственное что здесь конечно меньше воды но тут уже количество воды у каждому по-своему если я люблю с бульончиком то я воды побольше наливаю а если вот такой густой он как второе получается горячее второе блюдо то значит меньше воды но хочу сказать довольно таки диетическое ничего жирного нету ничего жареного нету прямо отличное блюдо в общем я сейчас сажусь обедать девочки с вами хочу попрощаться видео на этом закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока пока